Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next TV. На волнах радиостанции Next FM, а также на наших страничках в социальных сетях Archa Media выходит очередной эфир, который мы традиционно посвящаем самым злободневным, актуальным. И вот так случилось сегодня даже тревожным темам. Буквально сегодня опять-таки в СМИ появилось сообщение о том, что вновь 28 учебных заведений подверглись моральной атаке. Называю я это так, потому что вновь были анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в разного рода учреждениях. Не нашли, слава богу, не нашли ни взрывчатки, ни каких-то иных представляющих опасности предметов в этих учебных заведениях. Но случай не первый, случай не рядовой, потому что и школы, и высшие учебные заведения, и даже торговые центры за минувшую весну подверглись не единичной такой атаке. И вот очень хочется разобраться вообще, почему это происходит и что с этим можно поделать. Сегодня у нас замечательные эксперты в гостях. Во-первых, хочу с удовольствием представить Назгуль Трудубекову, представительницу Лиги защиты прав ребенка. Назгуль, добрый вечер, спасибо, что нашли время для нас. А также председателя Карпоу Андрея Гуринова. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Назгуль, давайте, наверное, начнем с того, вообще вот те сообщения о минировании, почему так часто этой весной начали поступать сообщения. Вы с чем это связываете? Вы, кстати, сегодня поделились со СМИ анонимным сообщением, которое пришло в адрес одного из учебных заведений. Мы чуть позже, наверное, тоже его прокомментируем. Добрый день, уважаемые зрители. Хочу сказать, да, действительно, эта ситуация из ряда вон выходящая, потому что она приводит к дестабилизации обычной социальной жизни. И тем более эта информация приходит в детские учреждения или там торговые учреждения, где находится очень много людей. Конечно, оно не может нас не расстраивать и не беспокоить, потому что как бы, ну, это как бы, ну, не радужное, да, не праздничное такое сообщение. Хочу отметить, что к нам обращается много родителей и специалистов школ тоже, и все поднимают вопрос, что происходит и можно ли это остановить. И, конечно, мы, значит, видя, что вот ситуация с каждым разом, она становится вот как обычное явление, да, каждую неделю практически такие сообщения приходят, мы стали изучать практику других стран и показали, как показала ситуация, что такая, так скажем, такой тренд, такая тенденция, она была уже в России, когда вот приходили такие почтовые, скажем так, скажем, да, как скажем, почтовый такой терроризм был, да, когда приходили на адреса школ, на почту электронные адреса и сообщения о том, что школа заминирована. И такой этап в России прошли, у них тоже трясло несколько, один год, в 19-м году было такое, что очень много школ подвергались в такой атаке информационной, но в последующем, в связи с тем, что там просто провели, скажем, расследование, да, эти случаи были прекращены. Почему у нас в Кыргызстане происходит и почему у нас сейчас не могут расследовать, тоже у нас вызывать вопрос, потому что это, казалось бы, проще простого взять, выяснить IP-адрес, даже если за проделом Кыргызстана, да, адреса, то есть источник информации находится за проделом Кыргызстана, я думаю, что у нас есть междуновые такие соглашения по интернет-безопасности и по предупреждению цифровых преступлений, и в этом случае, я думаю, что наше Министерство внутренних дел и службы по безопасности должны разработать, скажем, коммуникации, ну, более эффективные коммуникации с такими же отделами по цифровым преступлениям, да, по предупреждению цифровых преступлений, и просто-напросто, скажем, придать этому весомое значение и найти, кто адреса, кто это делает. Наверняка это делают, как бы, такие злоумышленники, не удивлюсь, если это будет просто, которая молодежь, скажем, да, скажем так, добавляется, или же, может быть, человек, который есть проблемы со здоровьем психическим, да, потому что это тоже, как бы, не относится к нормальному поведению. И я думаю, что должны, как бы, первое, найти, установить сотрудничество с другими странами в части информационной безопасности, обнаружить IP-адрес и привлечь к ответственности. Пока у нас не будет вот этот принцип неотвратимости наказания тех лиц, которые доставляют такие неудобства, да, и дестабилизируют ситуацию, я думаю, что эта проблема будет в нашей стране еще висеть, и мы так и будем находиться в подвешенном состоянии. Насколько, спасибо вам огромное. И вот тут, мне кажется, самое время подключить Андрея. Андрей, а насколько действительно просто, во-первых, вычислить злоумышленников, которые рассылают эти сообщения, и вообще, насколько реально сейчас создать вот тот самый алгоритм действий, который мог бы помочь, в том числе и сотрудникам правоохранительных органов, органов, не только привлекать к ответственности тех, кто уже сделал, но и, может быть, как-то предупреждать подобные случаи? Спасибо, отличный вопрос. Во-первых, ну, сделать это, наверное, все-таки не очень просто, но, тем не менее, это реально. Специально обученные люди, которые умеют пользоваться всеми необходимыми инструментами, они существуют, они существуют и у нас в стране, и я более чем уверен, что необходимая агентура есть и в органах, которые этим занимаются. Другое дело, что здесь, опять же, все зависит от того, насколько изощрен тот самый хулиган или террорист. Это вот отдельный вопрос, который меня на самом деле беспокоит, кто он все-таки, как его классифицировать. И насколько он готов потратить денег и усилий для того, чтобы свои следы замести. Вот. Опять же, тут беда состоит в том, что IP-адрес, ну, это не всегда панацея. То есть, ну, узнаем IP-адрес и выясним, что это, допустим, кофейня в Косово. Да, и что мы с этим будем делать. И это хорошо, да, может быть, это где-нибудь, не знаю, кенийская автозаправка или еще что-то. И одним IP-адресом как бы сыт не будешь. Тут, я думаю, требуется гораздо более обширный комплекс мероприятий для выявления, определения мотива в конце концов. То есть, если не очевиден мотив... Опять же, да, вот я тоже почитал перед эфиром, что с такими вещами делают. И, ну, для меня, например, не вполне очевидно, да, будет ли на каких-то межведомственных уровнях достаточно вот произошедшего для того, чтобы действительно начать что-то производить. Но, отвечая на ваш вопрос, с точки зрения голого IT, конечно, след отследить можно. Вот. Но тут надо разобраться, что с этим делать. Вот. Хорошо, что вы об этом заговорили, потому что я хочу, чтобы мы обсудили, ну, примерную ситуацию. Я предупредил, что это гипотетически, но размышления, да, такие вслух. Вот давайте представим себе. Подросток-старшеклассник приходит к другу домой. Они там, не знаю, там пьют чай, беседуют, и друг, владелец дома оставляет свой компьютер. Этот подросток, который пришел в гости, по каким-то причинам, ему стало скучно, он решил как-то развлечься, может быть, даже не осознавая всей серьезности, впоследствии берет и направляет вот это письмо. Мы вычисляем IP-адрес, и мы видим адрес ни в чем не повинного ребенка. И мы начинаем его, ну уж простите за сленг, кошмарить. Кому от этого будет хорошо? Мы не наказали злоумышленника, мы наказали невиновного, не добились никаких целей, и ситуация, на мой взгляд, стала только хуже. Андрей, что вы скажете на этот счет? Нас, Гуль, и вас тоже попрошу, конечно же, прокомментировать. Я думаю, что у нас все-таки в органах не совсем дуболомы, и прежде чем кошмарить, они разберутся, кого конкретно надо кошмарить. Но, как бы говорили герои популярных сериалов и книг, это зацепка, и с ней можно работать. То есть ситуация, которую вы описали, да, это понятно, но это бытовой, то есть бытовой случай, такое может случиться, допустим, в офисе, еще где-то. Тут, ну, я в этом не вижу проблемы. То есть если тебя использовали без твоей воли в качестве соучастника преступления, ну, это хорошо, там компетентные люди разберутся, нужно тебя наказывать или нет. Но это сделает нас на шаг ближе к тому, кто это совершил. И то самое, о чем говорил у нас Гуль, вот это вот сигнал о неотвратимости наказания, он будет послан. Так что, я думаю, ничего страшного. Ну, покошмарит. Да, Андрей, но только вы опять-таки, как голый IT, вы упускаете, что вы вставляете такое, знаете, что недуболомы, компетентны, разберутся. А вот у меня по опыту жизни в нашей прекрасной богоспасаемой стране, по всем трем пунктам возникает колоссальное количество вопросов. Назгуль, прошу вас. Назгуль, вы намьете. Ну, одно из профилактических мер... Я согласна, что каждый случай индивидуален. И если при собеседовании, конечно, когда вдруг это получился подросток, так скажем, баловался там, неосознанно у него было поведение, то тут, конечно, всю работу надо проводить с участием его родителей и психолога. То есть один на один ни одна специальная группа правоохранительная не имеет права ребенка допрашивать. И это первое. Во-вторых, я думаю, что каждый случай индивидуальный. И, как правило, если ребенок сам совершил, подросток там совершил, это сделал, то он как бы и рассказывает, почему это сделал, как это произошло. Когда говорим подросток или молодой человек, это самый легкий такой, это, скажем, такой самый легкий случай. Это даже труда не составит провести переговоры, может быть, там иные причины, почему он делает. Но подростки, молодые люди, это самый такой легкий случай и такой решаемый. Другое дело, хуже, когда есть взрослый человек, у него сознательная позиция заниматься дестабилизацией, да, вот в социальной жизни, ведь на этом он тратит время, да, это на что-то рассчитывает, что сколько-то школ не будут учиться. Это все-таки нанесение, вот, скажем, стабильности обычной нормальной жизни. И я думаю, что, мне кажется, те, тот человек, который такие письма рассылает, такой, да, почтовый терроризм устраивает, это больше осознанное такое поведение, и это он делает с какой-то целью. правоохранительные органы все-таки должны постараться или хотя бы дать все равно компетентным людям, тому же парламенту, да, у нас целый комитет есть по борьбе с преступлением, да, значит, целый комитет в парламенте есть, который работает по усилению работы и по мониторингу и контролю в связи с правоохранительной системой, они должны с них запросить, взять спрос, вообще перечень работ, что же они сделали для того, чтобы обнаружить этот IP-адрес, какие они меры предпринимают, какие вообще переговоры ведутся, то есть они должны отчитаться парламенту и Советы Безопасности у нас есть, и я думаю, что эта система мониторинга и подотчетность, он должен сработать, и если эта система и будет работать, то, естественно, будет результат мониторинга и оценка ситуации и, соответственно, там последуют другие логические такие здравые шаги, что нужно делать дальше. Я думаю, что здесь на данный момент вопрос стоит как раз таки всего лишь об эффективности работы, скажем, тех людей, которые должны, скажем, поработать над повышением эффективности. Может быть, я не удивлюсь, если у наших правоохранительных органов не хватает технических ресурсов, вот я не удивлюсь. Мне кажется, у нас в правоохранительной системе не хватает ресурсов на хорошее техническое оснащение, я так думала, но не знаю, как сейчас ситуация обстоит, потому что мы тоже не обладаем полной информацией, и, может быть, у них все отлажено, но то, что у нас до сегодняшнего дня не могут, во-первых, найти, скажем, выход из этой ситуации, противостоять и обнаружить, да, или хотя бы элементарно противостоять этой атаке, я думаю, что, может быть, это детские учреждения и этому внимания не придают. Почему детские учреждения? Почему, скажем, государственные учреждения, где сами сидят сотрудники правоохранительных органов или, допустим, государственные учреждения, которые такие важные, да, почему туда не отправляют такие письма? То есть, это тоже какой-то с каким-то расчетом взято? Я думаю, что, может быть, потому что дети, так скажем, ну, они же не взрослые, как бы, ну, ничего страшного, обозначения не продают, ну, ничего там, поэвакуируются, там, туда-сюда, зайдут, выйдут, там, да, ничего страшного, ну, когда им это прекратится, допустим, могут, я могу допускать, что они продают большого значения, если бы, допустим, такая информация поступила в организации, где сидят взрослые, это бы, государственные учреждения, да, или там какие-то очень важные, такие, социально значимые и экономически значимые объекты, да, если бы из ряда выходили бы, там, останавливались работы больших людей, которые платят налоги, да, занимаются производством каких-то там продуктов, я думаю, что, может быть, лица, вот такие взрослые мужчины, которые работают в правоохранительных органах, может быть, они уже как-то по-другому на это реагировали, потому что там и спрос был бы другой, потому что экономика падает, да, это один момент, потом второй момент, я думаю, что, я думаю, что если бы тоже выход как из этой ситуации, если во всех школах установят фильтры, да, вот на спам-сообщение, да, если приходит информация о том, что в школе заложено там, Нина там или что-то, чтобы она попадала в спам, да, и она не доходила, вообще не приходила. Ну, а сгой, я прошу, вот тут давайте остановимся, сразу несколько вещей, первое, что вот тут вы абсолютно правы, когда дело касается оппозиционеров там или несогласных с мнением властей, то материально-технический ресурс и на прослушку, и на видеосъемку, и на все, что хочешь, находится, это первое, а второе, вот вы говорите отправлять в спам, нет ли риска, вот вспоминая эту известную притчу о мальчике и волках, вот мы будем отправлять это в спам, в спам, в спам, а потом придет реальное, не дай бог, конечно, но придет реальное сообщение о реально заложенной бомбе, оно отправлено в спам, происходит взрыв, сотни человеческих жертв, среди которых дети, и это кошмар, и эта трагедия случится только потому, что мы установили этот фильтр, который отправил, извините меня, сообщение о заложенной бомбе в спам. Разве, ну как бы нет тут определенного риска? Ну, я привожу эти аргументы, потому что такая практика использовалась в других странах, что они делали, там вводили фильтры, но параллельно усилили, значит, фейс-контроль на входе, да, в общеобразовательные учреждения, плюс видеонаблюдение, да, и шел такой мониторинг, кто зашел, кто что делает, то есть усилили контроль на деятельности учреждения, поэтому противный случай, если у нас правоохранительные органы не могут, да, обнаружить, кто, откуда источник насилия, это же насилие, когда все время угрожают, да, что случится опасность, да, если они могут, скажем, предотвратить такой почтовый терроризм, то, наверное, если они уже расписались со своим бессилием, то, или не собираются там выделять на это внимание, потому что, понимаете, тоже денежные расходы, да, на это внимание, то, может быть, уже тогда школы все закрыты, и до первого сентября отправить на каникулы, а потом, а до этого, может быть, они разберутся, почему об этом говорить, потому что, действительно, это серьезным образом подрывает весь процесс, и, допустим, я знаю, что некоторые дети уже не ходят в школу, родители не пускают, вот те школы, родители не пускают своих детей, те школы, где уже неоднократно информация поступала, что заложено, я помню, родители нам так сказали, мы лучше не будем отправлять, потому что, чем сидеть на работе, думать, случится это или не случится, они вообще детей не отправляют в школу, поэтому я думаю, что... Я прошу прощения, у нас просто ограничено время эфира, и хочется, чтобы у Андрея тоже была возможность высказаться, тем более, что два момента у меня появилось к нему, вот часто и Назгуль говорит, и я так понимаю, что некоторые, может быть, наши действительно правоохранительные органы думают, что дело в IP-адресах, но Андрей, мы-то с вами знаем, что при нынешнем развитии VPN, причем как платных ресурсов VPN, так и бесплатных ресурсов VPN, действительно IP может указывать, там, не знаю, хоть на Антарктиду, и ничего вычислить не удастся. Вы до этого сказали о неком комплексе мероприятий, вот давайте сначала все-таки убедимся, что IP, это не просто не панацея, а это может быть даже ложный след, это вот может нас привести вообще в никуда, а второе, какие все-таки конкретные мероприятия с точки зрения информационной безопасности, как вы говорите, с точки зрения голого IT, вот вы как эксперт, как специалист могли бы предложить? Ну, когда я говорил вычислить IP, я имел в виду распутать всю вот эту цепочку VPN-ов и дойти до конца, но здесь, опять же, возможно, да, что потребуется не только там какие-то аппаратные мощности, о которых вы говорили, не очень понимаю, о каких мощностях на самом деле речь, но допустим, вот, сколько о как раз-таки каких-то межправительственных связях, там, участиях в каких-то глобальных организациях, которые помогут как раз-таки вот эту цепочку VPN-ов довести до конца, ну, потому что мы все-таки не сбрасываем со счетов, что это не житель Кыргызстана рассылает, вот честно, коллеги, у меня, ну, у меня вот почему-то нет ощущения, что это какой-то иностранный злоумышленник подрывает образовательную систему Кыргызстана из какой-то лютой нелюбви к городу Бишкеку. Мы же начали, я, я, по крайней мере, начал с того, что я не знаю, да, я не следователь, чтобы классифицировать это как хулиганство или терроризм, то есть, если кто-то там из-за рубежа нас подрывает, видимо, это часть какого-то большего плана и над этим надо работать. Давайте не будем уходить в конспирологию, Андрей, прошу вас. Да, 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 да. Если это какой-то наш внутренний хулиган, то, ну, опять же, да, следует разобраться в его мотивах и всем остальном. Опять же, никто не исключает того варианта, что наш внутренний хулиган может физически находиться и за границей, что, если бы я хулиганил, я бы, наверное, делал это где-нибудь не дома. Там пацаны попросили, не хотим сегодня писать контрольную работу. Вот. Ну, судя по масштабам происходящего, да, ну, еще раз, да, я не конспиролог и не следователь. Так вот, о чем я говорю, что в текущих условиях, особенно, когда речь касается там имейлов, отследить там финальную точку VPN, если он сделан не слишком сложным, не задорого там как-то все-таки реально. Что нам это даст? Ну, хорошо, ну, вот, если это был мобильный телефон, вот, то через базы сотовых операторов можно это свести до человека, который на себя оформил эту симку, допустим. Вот, в случае там, если это интернет-кафе какой-то или кофейня, то это может свестись до даты и времени нахождения человека в этом месте, вот, и привести к просмотру камер наружного наблюдения за этим местом. Вот, это вот когда я говорю про комплекс... Это уже что-то, это уже что-то. Продолжайте, Андрей. Андрей. Да, мне-то особо добавить нечего. Единственный момент, который я хотел прокомментировать, да, у вас была вторая часть вопроса про кибербезопасность. Да. Вот, к сожалению, да, все, что мы называем, все, что у нас как-то связано с компьютером и интернетом, мы притягиваем за уши и вот путаем все вместе, информационную безопасность, кибербезопасность, все на свете. Тут нужно понять одну вещь, что если бы не было интернета, электричества и всего на свете, то все, что мы обсуждаем сейчас, все равно было бы возможно. Это бы там привязали к камню записку, бросили в окно, там подложили бы горящий пакет, сами знаете, с чем по двери и так далее. Ничего не меняется. Вот вопрос, который мы обсуждаем, он не имеет, он не коррелирует напрямую с кибербезопасностью. То есть понятно, да, что здесь как-то заинтересованы. Это все равно, что вот наш сегодняшний эфир говорит, что он там исключительно в сфере IT. Нет, и IT здесь просто инструмент. из-за того, что они пользуются имейлами, это дает определенные сложности и в то же время возможности компетентным органам. Вот. Но во всем остальном IT-то здесь сбоку припеку. старить правде. Окей, Андрей, подытоживая, если вдруг правоохранительные органы обратятся к независимым IT-специалистам с просьбой помочь, смогут ли эти, вот я говорю, это резюме, повторяться не надо, просто короткий тезис, смогут ли независимые IT-специалисты помочь правоохранительным органам в нахождении злоумысленника, который вот рассылает эти сообщения? Скорее, да, чем нет. Вот. Но это сильно зависит от того, насколько изощрен этот самый вредитель. Благодарю вас. Насголь, прошу. Да. И я также хотела сказать, что на самом деле вот тут вопрос стоит вот в чем. Я так думаю, что все-таки этот процесс, который сейчас происходит, возможно, это связано еще и с тем, что возникла такая необходимость, что нужно работать над улучшением, повышения уровня доверия между общественностью и государственными органами. То есть, как правило, такие вещи происходят тогда, когда кто-то, скажем, это как знак протеста, может быть, это какая-то обида, это выражение какого-то недоверия. Это тоже одна из форм протеста представителей просто населения, которые, может быть, где-то что-то у него не получилось в коммуникациях с государственными органами, в том числе, я не исключаю. И здесь вопрос про доверие, про улучшение атмосферы в части коммуникации. И в целом, вы знаете, очень много событий таких негативных стало много в последнее время. И мне кажется, это все взаимосвязано, и надо подумать о том, как улучшить вот эту атмосферу и работать над повышением доверия между государственными органами и общественностью. Ну и, конечно, общественность сейчас ждет, все спрашивают, что-то делаете, какие-то меры подпринимаются, или же как бы все отдали на откуп родителям, что вот приедьте, заберите, опять пришла информация, что будет взрыв, да, то есть и родители бросают работу и несутся, и это уже, честно говоря, все подустали от этой ситуации и хотят уже решения проблемы. Вот, финальная часть нашего разговора, коллеги, очень хочется узнать мнение каждого из вас, Андрей уже сказал, что он немножечко изучил перед эфиром вопрос, Назголь, вы тоже в начале нашего беседы сказали, что есть опыт России, так вот, как это прекратить, как с этим бороться, понятное дело, что действительно очень хотелось бы, чтобы уровень доверия между обществом и государством, не знаю, внутри маленьких сообществ, не знаю, может быть, действительно какой-то учитель обидел ученика и тот решил таким образом отомстить, не знаю, или наоборот, там, родитель какого-то ученика, да, решил там в обиде за свое чадо как-то вот таким образом, да, отыграться, это все понятно, но если мы говорим о конкретных шагах, о конкретных инструментах, о каких-то конкретных решениях, хотя бы пару успешных примеров, если бы вы привели, я был бы вам очень признателен. Насгуль, давайте начнем с вас. Ну, во-первых, это, конечно, диагностика, это когда правоохранительные органы, это все-таки вопрос безопасности, когда правоохранительные органы, у них есть конкретный план, да, и они начинают над этим работать, и они информируют общественность о том, что, ну, я понимаю, там, нюансы они не должны сообщать, да, в связи с тем, что это какой-то, ну, так, это терроризм, да, информационный, но тем не менее же они должны демонстрировать о том, что работа идет, коммуникация, доверительные отношения с общественностью. Обязательно плоды и... Насгуль, у кого-то получилось? Ну, во всех странах, где, во всех странах СНГ, где такие ситуации были, и ближние, и дальние зарубежи, и в Америке, и в Европе, везде, везде, или даже берем любую страну, да, восточно-азиатскую рекоменду, везде, где были подобные проблемы, там именно было там два момента, да, профессиональная работа правоохранительных органов и выстраивание доверия с общественностью, только так, больше никак, потому что это же делает человек, любой человек, он, если с ним выстраивать коммуникацию, он, как бы, его можно расположить к себе, этим, каждый орган должен этим заниматься. Единственное исключение, вот, я все-таки вспоминаю текст того сообщения, которым вы поделились, и я, конечно, не врач-психиатр, безусловно, и не ставлю диагнозы никакие, но вот на вскидку, как человек, который там в университетские годы изучал все-таки психологию, психиатрию, я могу сказать, что есть все-таки налицо какие-то очевидные формы расстройств. так с человеком, который нуждается в помощи того же психиатра, психотерапевта, это тоже же роль государственных органов, то есть, получается, где, вот, то есть, этот человек, как раз-таки, он сам нуждается в помощи, вот, этому человеку нужно оказать помощь, а нам надо понимать, что у нас бюджет на оказание вообще защиты прав психически больных, он очень мизерный, и... Но это другая тема, Назгуль, мы обязательно с вами ее обсудим. Я к тому, что, возможно, он клиент, пользователь этой системы, а если система здесь не работает, то она выливается таким-то образом, поэтому... Согласен, но это большая, это огромная тема, я, правда, хотел бы с вами ее обсудить, но уже в рамках другого эфира. Андрей, попрошу и вас привести какие-то успешные кейсы, как было достигнуто, опять-таки уж простите, с точки зрения IT. Да, я, естественно, не контртеррорист, небольшой специалист, поэтому большую часть из того, что я сейчас скажу, я прочитал. Я вот не нашел кейсов, когда подобных товарищей активно вылавливали. То есть каких-то там уголовных дел громких, заведенных и всего такого, по крайней мере, признаюсь, не очень много времени на это потратил, но я их не увидел. Вот, но в качестве контрпримера я бы, наверное, привел телефонных мошенников, которые активно звонят о том, что массово находят и офисы, откуда они работают, и схемы, по которым они работают, и все остальное, и их деятельность предотвращается. Тут, еще раз, вот нужно понять, против кого мы играем. Большая часть из того, что я прочитал, она была где-то примерно в той же плоскости, о чем говорила и Назгуль, что если это дети не хотят учиться, то надо детям как-то по-доброму, но вправить мозги на уровне воспитания, школ и так далее. Вот, ну вот как-то так. Опять же, да, я не специалист, не следователь, но из того, что я успел сегодня начитать вот про эти предыдущие волны телефонных терроризмов, они закончились сами собой, как будто кому-то стало скучно этим заниматься. К сожалению, так. Коллеги, я благодарю вас, правда, на мой взгляд, была очень конструктивная, полезная беседа, я лично для себя узнал много нового, с удовольствием буду ждать и вас, Назгуль, и вас, Андрей, и в эфире телеканала Next TV и на других наших медиаплощадках. Разговор с вами всегда удовольствие. Для наших зрителей напоминаю, что в гостях у нас были Назгуль Трудубекова, представительница Лиги защиты прав ребенка, Назгуль, спасибо вам огромное, председатель Карпов Андрей Гуринов, Андрей, спасибо вам, правда, было очень конструктивно. Ну и действительно, мы верим в лучшее, очень хочется, чтобы все эти ситуации оставались лишь такими, пусть злыми, пусть очень жестокими, но все-таки розыгрышами, и чтобы мы не дожили до того момента, когда хотя бы единый случай о минировании, о заложенной взрывчатке хотя бы единожды подтвердился, не дай бог. Спасибо огромное, берегите себя, берегите своих детей, и увидимся. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое, до свидания. До свидания. До свидания.